Новый мусороперерабатывающий завод Возят всю ненужное с дач и частных домовладений Уборка мусора Сегодня с этого начинается практически каждый рабочий день работников лесничеств Конечно, отвлекают нас от работы Тут постоянно мусор сбрасывается И приходится отвлекаться на уборку Вместо того, чтобы садить лес Уходы делать за культурами Приходится чуть ли не ежедневно выезжать И убирать съезды от выброшенного мусора В лесу, да, уже люди боятся Опасно, потому что везде камеры И шанс попасться Почему люди не могут довезти мусор в город И выбросить его в соответствующий контейнер? На этот вопрос лесники точно ответить не могут Скорее всего, говорят, проблемы с воспитанием При этом часто существует возможность установить личность нарушителя У экологов на этот счет разработана целая система Кое-кто из недобросовестных граждан уже даже штрафы заплатил Причем немаленькие Это 50 базовых величин на человека И пусть не думает гражданин, что когда он разместил пакет и уехал Остался незамеченным, невыявленным Значит, его не сняла фотоловушка Или в его отходах в этих Масса находится чеков, квитанции и так далее Позволяющих потом, впоследствии Установить личность того, кто это сделал И, соответственно, принимать меры Независимо от того, пойман он на месте с поличным Либо нет Впрочем, только уборкой мусора Наведение порядка в лесах не ограничивается В следующем году в Гомельской области планируется провести лесовосстановительные работы На площади 16 тысяч гектаров К сожалению, неблагоприятные климатические условия прошлых лет Привели к падению уровня грунтовых вод В результате сосновые насаждения ослабли И были созданы благоприятные условия Для развития стволовых вредителей В частности, вершинного короеда В течение трех последних лет зафиксировано Массовое усыхание насаждений При этом наиболее масштабное в Гомельской области Пик усыхания пришелся на 2018-й В нынешнем году объемы снизились более чем в два раза В 2017 году была стратегия выбрана Был подготовлен совместно с Институтом леса Совместно с Министерством лесного хозяйства Алгоритмы действий по борьбе с вершинным короедом И он и применяется и в 2018-м, и в 2019-м году Он практически остался тот же Потому что прописаны все действия Которые должны приниматься для борьбы с вершинным короедом И результаты получились достаточно неплохие Мы в этом году увидели снижение Как по площади, так и по количеству очагов И по количеству особей вершин на короед То есть по короедному запасу Значительный урон лесам региона в этом году нанесла стихия Эти кадры сделаны в августе 2019-го Наиболее пострадавшим оказался Гомельский лесхоз Где ураган уничтожил 360 гектаров леса Это сопоставимо с территорией, которой навредил короед Теперь всю эту древесину, которая, кстати, пригодна для промышленной переработки Необходимо вывести на соответствующее предприятие Окончательный срок выполнения задачи – 1 декабря Однако в Гомельском лесхозе намерены завершить работу раньше Что касается освободившихся площадей, то здесь посадят новый лес В принципе, буроломные лесосеки все разработаны Сегодня идет окончание вывозки древесины Подготовка почвы под лесные культуры Полы на площади в этом году мы уже сделали подготовку почвы И посадили лес На остальной площади идет окончание очистки лесосек Подготовки почвы И весной следующего года будут посажены новые лесные культуры На оставшихся землях после буролома Впрочем, только наведением порядка здесь уже не ограничиваются Планируют увеличить объем выращиваемого посадочного материала Для озеленения городов и районов региона Горроисполкомам предложено заключить лесхозами Долгосрочные договоры на выращивание саженцев для населенных пунктов С указанием конкретных пород, количества и размеров Хотя все понимают – это длительный процесс Для подготовки саженцев, которые практически гарантированно приживутся в городской среде Необходимо до 10 лет Кроме того, в лесных питомниках можно доращивать посадочный материал из других источников Задача тем более важная, что количество деревьев, необходимых для посадки в населенных пунктах Исчисляется десятками тысяч Соответствующая работа началась и обязательно будет продолжена Сегодня Кожуровсоветская организовывает посадку деревьев около 100 штук Озеленяем микрорайон 59-й План по этому микрорайону Кожуровсоветского – около 650 деревьев И такая статистика Сегодня в лесных питомниках насчитывается 54 вида деревьев Общим количеством 25 тысяч штук И 92 вида кустарников Кроме того, в каждом лесхозе определены деревья для изъятия их из леса Их общее число превышает 30 тысяч Возможности для реализации запланированного есть Насколько их получится воплотить на практике – покажет время Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко – Новости недели Новости недели